девчонки и мальчишки всем привет добро пожаловать на мой канал и это видео 10 рукодельных фактов обо мне так первый факт это я всегда вышиваю только по цветам я пробовал метод парковки но мне он не подошел мне интереснее всего пошивать вышивать по цветам факт номер два чем менее популярен набор для вышивания схема для вышивания тем больше она мне нравится факт номер три вышивая одновременно не более двух работ первая работа у меня находится дома вторая на работе кстати о второй работе скоро будет видео следите за новостями моего канала факт номер четыре когда я появилась на youtube я честно говоря не сразу поняла что такое отдыхалочка я думала что отдыхать от вышивания можно заниматься чем-то другим но все девочки и мальчики называют отдыхалочка и маленькие работы которые делаются в отдых перерыве от большой какой-то работы но честно говоря я не вижу в этом никакой разницы вышиваешь ты крестиком большую работу те же самые крестики в маленькой работе меня не пугают большие размеры работы если она у меня большая я выполняю несколько месяцев я ее выполняю и на маленькие работы отвлекаться я ну не вижу смысла когда я закончу свою большую работу я начну какие-нибудь маленькие проектики или снова начну большую работу в моем понятии отдыхать от вышивки это значит пойти повязать или заняться другим каким-нибудь видом рукоделия а вышивку менять на вышивку и это отдыхалочка мне как-то это непонятно следующий факт это я не понимаю людей которые вышивают в общественном транспорте вы знаете я видела даже такую фотографию в интернете в инстаграме что одна девушка вышивает прямо за рулем но я как водитель понимаю что это такое и просто не могу понять как это возможно я понимаю пробка да но все равно ты же едешь тыркаешься ты все равно включаешь внимание в дорогу вышивать за рулем или вышивать даже просто в транспорте в общественном мне кажется что там не очень чисто и работа не будет такой идеальный как хотелось бы мне поэтому да это не для меня далее следующий факт я не могу спокойно вышивать когда у меня домашние дела я не могу сесть спокойно вышивать когда у меня не стирана одежда когда у меня не приготовлен обед когда у меня разбросаны вещи по комнате я когда сижу и смотрю на это все честно говоря мне это очень тянет за душу я не могу спокойно вышивать поэтому я уже только в том случае когда у меня уже все все мои домашние дела готовы следующий факт я знаю что что многие девчонки и мальчишки смотрят фильмы во время вышивания. Я не отличаюсь этим фактом, но помимо этого я очень люблю включать радиоджаз и слушая его вышивать, это даже мне нравится больше, чем смотреть сериал. Ну, в общем-то смотреть ты не получается, ты смотришь вышивку, а слушаешь сериал и не всегда догоняешь, что там происходит, потому что вышивку увлекает сильнее, чем сериал. И хотела сказать, что слушая музыку, вы можете не отвлекаться на экран, и моя любимая музыка, под которую мне нравится вышивать, это джаз. Я никогда не вышивала китайские наборы и вряд ли соберусь. Я всегда покупаю только хорошие материалы, дорогие материалы для вышивки, это нитки DMC, это канва от Zweigart, и тому подобные материалы, так как я считаю, что мой труд заслуживает этих материалов, и мне жалко тратить свое время и свои труды на дешевую канву и дешевые нитки, которые впоследствии могут полинять, испортиться, или что-либо еще с ними может приключиться. Из экономии я всегда вышиваю ниточкой до самого конца, и иногда приходится брать маленький крючок и маленький кончик с помощью крючочка прятать за нижней петельки. Конечно, это отнимает много времени, но мне жалко отрезать ниточку, мне просто жалко, да, и поэтому я еще хочу отметить, что я не пользуюсь методом парковки, потому что уходит слишком много ниток. И это все 10 рукодельных фактов обо мне. Если вам понравилось, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, будет еще интереснее. Всем пока!